всем привет хочу сказать огромное спасибо всем ребятам которые подписались на бусте и патреон спасибо за донаты спасибо за комментарии спасибо за вашу обратную связь это все супер супер ценно сегодня будет новая тема расскажу о локации но немножко в другом формате не формате как работать над локацией а как локация может привести к разным необычным или просто удачным сценарным ходам и ли даже отдельным эпизодом разберу одну из локаций своего комикса и несколько сценарных ходов которые вышли благодаря тому что я начала копаться в этой локации я хотела назвать этот ролик локация подкидывает идеи и что случилось со мной с моими идеями и с моей локацией я буду рассказывать сегодня про локацию которая называется площадь для свободных собраний и выступлений когда я работала над первым эпизодом я подумала что мне нужно нарисовать план своей площади и подумать где какие персонажи будут расположены как они будут передвигаться между собой как они будут общаться в этом эпизоде очень много персонажей и каждый из них с кем-то общается даже есть такой эпизод где очень много персонажей более 20 или есть такой эпизод где один персонаж уходит с другими персонажами это например глашатый который приглашает активно всех участвовать в конкурсе или например кто-то к нему отдельно сам подходит по своей там инициативе и я поняла чтобы не путаться в действиях и все было логично и как бы читатель и зритель погрузился вместе со мной в это пространство он понимал что происходит и вообще как выглядит эта локация мне нужно нарисовать не только там крупный план и более мелкие приближенные планы и кадры но мне нужно нарисовать всю всю локацию и расставить вот эти вот группы людей и нарисовать план какой-то для себя кто куда пойдет и какие фоны какие локации я буду изображать позади персонажей нужно тут сказать что я не люблю никакие здания сооружения рисовать интерьеры не люблю рисовать мне нравится рисовать более природные формы более такие плавные мне круче не нравится все что работает на перспективу самое нелюбимое это колонны и лестницы ряд каких-то окон как вы понимаете архитектура древней греции это как я ее показываю хотя я добавляю какие-то свои там архитектурные находки но все равно это очень много вот этих объектов которые мне не нравится рисовать изображать даже не объектов и элементов и я решила наградить себя какими-то визуальными штуками которые мне приятно рисовать над которым неприятно работать и такими элементами стали скульптуры когда я начала этим заниматься я подумала а это же прикольный ход который может также повлиять на мой сценарий тут я поняла что возможно я загараживаю себя полностью ноутбуком я не помню как в прошлый раз я сидела когда я задумалась скульптурах я подумала что я могу дополнительный сюжет прописать где-то же не сюжета закинуть такую штуку что есть популярные боги и не популярные боги и у непопулярных богов нет скульптур а у популярных богов есть скульптуры их какое то определенное количество или их просто много они разные или они могут быть больше или они могут быть ну вот на каких-то главных локациях таких как эта площадь и у меня в истории в этом эпизоде вернее в этом сезоне даже вот по всем сезоне у меня один из главных персонажей историю которого я рассказываю с помощью других тоже персонажей которые также раскрываются с помощью этого главного персонажа это гермес и он у меня в истории бог-неудачник и по мифологии он самым последним появился на олимпе он такой не супер топовые признанный и общий популярный бог когда я начала расставлять все вот эти вот скульптурки подумала о том что нужно делать их в зависимости от статусности бога и от его ну какой-то стереотипной принадлежности но тут еще нужно сказать такую штуку если я не меняю концепт как бы и образ персонажа то да я оставляю вот эти все стереотипные штуки но если я что-то приношу новое по истории и как бы это работает на мой сценарий на мою историю то конечно же мне нужно там менять формат этой скульптуры ее размеры и и там какую-то интерпретацию окружения но вот например поседон бог морей и океанов и всего водного я оставляю его таким же и он главный значимый бог на олимпе конечно же я рисую большую его скульптуру и окружаю водой кстати вот про воду я забыла и потом когда я нарисовала все другие скульптуры и добавила разные фонтаны я поняла что поседону как раз вот этой воды не хватает а он нуждается в ней и я решила в своей локации добавить что-то типа такого пруда который будет окружать всю всю площадь по кругу и маленькие мостики и даже круто что вот так произошло такая типа логическая ошибка которая позволила мне прикольнее поработать над пространством может быть изначально если бы я это заложила получилось бы также или лучше но вот рассказываю как это происходило на самом деле и например у меня есть скульптура диониса я сначала нарисовала фонтанчик со скульптуры диониса с водой обычной водой потом поняла что мне нужно что-то другое туда добавить и по моей истории в этом фонтанчике нимфы набирают бутылки с вином и дальше там подходит глашатому и заявляют о своем желании участвовать также в конкурсе это тоже какое-то действие прикольное и рассказывает о характере интересах этих персонажей о их какой-то там жизни деятельности чем они вообще занимаются таким образом вода из фонтанчика диониса превратилась в вино не знаю нужно оправдываться за стакан или нет вышла с собакой погулять просто очень сильно захотелось кофе но мы уши далеко и стакан был грязным мой стеклянный прекрасный стакан для кофе и вот да позволила себе купить такой стакан не осуждайте меня пожалуйста что касается других зданий сооружений и вообще что происходит на этой площади то я уже рассказывала в других роликах более подробно про это и даже у меня есть ролик про то как я работала над составлением вот этого как бы комплекса и как я распределяла разные здания по задачам как я искала референсы как я их обрабатывала если вам интересно я надеюсь интересно то посмотрите его пожалуйста расскажу про скульптуру аида эту замечательную идею как бы получилось генерить и вообще задуматься об этом на не менее потрясающим челленджи который называется давайте порисуем хорошо супер рада что когда-то решилась на эту идею а именно летом в двадцать третьем году я не уверена что я успею в этом же году выпустить именно этот ролик поэтому тут уже нужно говорить какой год это был я рада что мою идею поддержали разные замечательные художники мы рисуем в потрясающей компании разбираем работы друг друга помогаем друг другу советами и просто поддерживаем супер классная компания я очень-очень рада рисовать со всеми ребятами вместе привет вам снова огромный про аида его скульптуру не буду тут рассказывать всю историю взаимоотношений посидона аида и зевса но мне кажется я придумала какую-то необычную структуру их отношений и характер им прикольные прописала расскажу только про скульптуру и надо сказать что эта скульптура также фигурирует не только как фон но и как определенное сюжетное дополнение в одном из эпизодов который касается артемиды и это уже конец всего первого эпизода если все действие происходило днем то в конце эпизода наступает ночью появляются какие-то сумерки и ни одна скульптура на площади не видна но вот скульптура аида становится видна из-за того что это бог подземного царства бог мертвых я не знаю он бог ночи наверное в какой-то степени и туда его можно отнести и мне показалось что очень инородно помещать эту скульптуру просто так среди всех остальных скульптур хотя по моей истории это в принципе окей из-за особенностей взаимоотношения персонажей вот трех главных боков три брата аида поседон и зевс но мне все равно хотелось добавить какую-то определенную фишку еще в их но вот эти вот признаки не знаю как сказать крутится у меня слово царствование но надо бы его заменить на что-то какие-то вот дополнительные вещи которые к ним имеют отношения например их домики они должны быть ну вот как-то определенно поданы визуально также скульптуры и мне очень нравится вот эта вот идея которая получается коллективно как бы была докручена именно там в какой-то степени переработана после обсуждения со всеми ребятами когда скульптура аида была спрятана в такой типа нише и она освещается только с помощью лунного света на площади не видны никакие скульптуры кроме этой скульптуры и еще этот разгон подарил замечательных персонажей которые в моей истории являются заменителями наверное как в франшизе гарри поттер произведение гарри поттер роллинг домовики типа не отвечали за всякие домашние обязанности там приготовить убраться а у меня это купидончики но это купидончики старички или такие мужички они все имеют бороды разные дизайн там причесок короче мне кажется эти персонажи очень классно выглядит и они летают с огромным пакетом для уборки мусора собирая туда всякие бутылки бумажки и все остальное что оставили после себя разные люди боги сатиры нимфы и все остальные как-либо себя определяющие персоной которые участвовали ну просто в этом обсуждении конкурса и тусовались на площади в течение дня и также эти купидончики ставят на место одну скульптуру которая появилась благодаря ну вот тому что я просто решила отрисовать эту локацию еще плюс вот когда ты рисуешь но в таком вот формате не плана а как картинки наверное изометрия как это можно сказать но вот типа модель когда в формате модельки свою локацию то ты еще можешь также но потом использовать эту картинку как фон но то есть как вот действительно фрейм для комикса и также делать разные нарезки из этого но получившегося фрейма с разными там зданиями деревьями окружением ну короче вот с локацией определенной я этим как раз и занимаюсь своем комиксе и получилось что это просто полезная работа для тебя как для сценариста чтобы определиться где что находится по истории и в то же время это очень хороший ход для тебя как для художника исполнителя потому что но у тебя уже есть картинка с частью там фреймов с одним из фонов и я упомянула копидончиков и сказала про скульптуру у меня было два постамента которые не были заняты и я думала какие же скульптуры туда поместить и как я сказала что я не могу расставлять просто скульптуры для украшательства я в этом комиксе решила работать как такой супер задротный автор который очень сильно продумывает все все и вообще не позволяю себе в этой истории делать ничего случайного все работает на историю и ее развитие и сюжет получается то есть каждый элемент который появляется моей истории он дальше что-то рассказывать зрителю ну короче как-то влияет на сюжет и сцену ну и получается на персонажа в последующем возможно тут случилось так что я работал над этой локацией параллельно рисуя один из эпизодов где у меня происходит презентация пятерых богов и это команда ареса сам арес фобос деймос кратос и орион они устраивают супер презентацию чтобы геракл присоединился к их команде для дальнейшего участия в конкурсе вместе с ними я решила что слишком неинтересный формат моего комикса позволяет разные всякие визуальные прикольные ходы я решила представить их формате клипа но и какого-то такого необычного визуала я могла бы просто устроить между ними диалог привет геракл я арес а это моя команда вот знакомься во первых таким образом я визуально делала что-то прикольное для зрителя и читателя надеюсь все кто посмотрел уже этот эпизод получили какое-то определенное удовольствие от этих картинок плюс это каким-то образом раскрывают персонажей потому что я каждого презентую по-разному там есть тоже определенные шутки в общем посмотрите этот эпизод надеюсь он вам понравится сейчас мне вот нравится короче тоже мой челлендж как автора вышел первый эпизод и получила много комплиментов спасибо огромное каждому человеку который оставляет комментарии которые пишут мне что-то и огромнейшее спасибо ребятам которые поддерживают меня дальше следят за этой историей донатят вы не представляете как для меня это приятно вот я вам рассказываю чтобы вы представляли это невероятно приятно очень большое вам говорю спасибо и появился второй как бы эпизод я вам показала появился третий эпизод и на каждом эпизоде я вижу комментарии о это мой любимый эпизод о тут прикольнее чем было о я хочу увидеть продолжение и меня так это радует я теперь решила я хочу получать вот эту вот обратную связь я хочу каждый эпизод сделать лучше и лучше и я очень надеюсь что когда вы увидите четвертый эпизод вы напишите мне что аня забираю свои слова обратно 1 2 3 эпизода они были неплохими но вот этот эпизод все теперь официально самый любимый и так до следующего там нужно получается до до следующего эпизода до следующей первой части этого эпизода так я забыла где потерялась но я возвращаюсь к скуптурам которые заняли эти постаменты а я вспомнила говорила про презентации подкастах видео которые на бусте патреон в закрытом формате я рассказываю более подробно всю эту историю там можно и посмотреть про этот эпизод и больше узнать про персонажей то скажу коротко появилась две скульптуры скульптура ареса и скульптура эфины сначала я думала что сделать их просто симметрично одинаковыми потому что само пространство это лестница и два постамента но должно быть что-то симметричное для красоты наверное но если бы я обустраивала я не знаю это был бы мой дворец я бы обустраивала его наверное примерно похожими скульптурами может быть у них там была бы разная форма позы но высота хотя бы не должна быть одинаково я начала об этом думать и решила что мне нужно тут забыть о визуале и думать первую очередь про сценарий и характер персонажей дальше про все что я хочу рассказать что я хочу заложить и вот эти вот более важные вещи которые диктуют мне визуал то есть не визуал диктуют мне историю а история диктует каким сделать визуал вот вроде бы я не запуталась в терминах и постановки их важности таким образом у меня получилось скульптура ареса которая по росту своему меньше чем скульптура афины и афина высокая просто потому что это ее реальный рост аресу чтобы дотянуться до кончика шлема афины нужно подняться меч и мне кажется это достаточно забавный ход я хотела бы попросить вас написать какие-то комментарии или вопросы по поводу этой темы или какой-либо другой это поможет мне дальше сформироваться темы для вот таких вот небольших роликов которые я хочу и дальше выпускать а я попробую это интерпретировать по-своему и подобрать какой-то пример который будет и ответом на этот вопрос или раскрытием темы которые вы озвучите надеюсь было интересно и полезно и вам нравится этот формат пожалуйста поддержите меня лайком комментариям или донатом а также приходите на бусте и патреон тут очень много классного контента участвуйте в челлендже давайте присуем хорошо если вы хотите рисовать в компании и может быть я еще там что-нибудь придумала были у меня задумки еще пройден челлендж может быть я его уже реализовала приходите туда тоже спасибо всем прекрасным людям за поддержку на бусте и по традиции зачитаю ваши имена мастер вер оксана юлия тархова анна по дарья алекс оу ксения сокол катерина сета алина кравец аня любимого шкар люда кузьмина калипса лойер альбина даймонд блок продажной крысы на из вай анна отар ксения трефилова дара левшина ульяна не лис наталья андреец оукин владимир овсянников по белому дарья богданова ольга шукшина ка да аллегори вер романов амина катаманова арт юся анастасия махмудова анна сид хершер лена инга мишуткина а вакинелла катя тихая дарья калинина и такое же большующее спасибо всем прекрасным людям поддерживающим меня на патреон юлия дарья вогли анастасия мак валерия железовская арина горкова ирина коноп алекс хэтч дара филлипс ну и садцу кроу ольга анастасия максимовских little dreams елена пи токин мэтс анастасия штарк инна есенова мил мау ю сэй ксения игнатьева сион дагнис анастасия сока катерина сета винкин apple ридисой кейт фокс 3 мизрим большое всем спасибо за поддержку и за просмотр увидимся в других роликах или подкастах пока пока